Боже милости будет ко мне грешным. Ты создал меня, Господи, ты помил меня, блесчиславясь и грешил, Господи, прости меня грешного и помилы. Нам людям всегда следует восхвалять и прославлять Тебя, Богородицу, родившую Бога, всегда блаженную и не имеющую порока Матери Бога нашего, заслуживающего дальше больше почитания, чем Херруима и достойного большего прославления, чем Серафима, безболезненно родившую Сына Божия. Истинный Богородицу Тебя отвечает. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне, всегда и вовеки веков. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, Господи Иисус Христос, Сын Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери силы честного и Житворящего Креста и Святого Ангела моего Хранителя. И всех, роди святых, помилуй и спаси меня грешного, потому как ты благослови, человека любишься. Аминь. Царь Небесный, утешитель, Дух истинный, вездесущий и весь мир наполняющий, источник благ и жизни, податель, приди и вселись в нас и очисти нас от всякой скверны. И спаси, благою души наши. Святые Божие, Святые Гребки, Святые Бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, Святые Гребки, Святые Бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, Святые Гребки, Святые Бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, всегда и вовеки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи. Очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые, посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну Святому Духу ныне и всегда и в веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твое, и на земле, как на небе, хлеб наш насущен, подаваем на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое и Царство, и силы и слава во веки веков. Аминь. Восстав после сна, преподаем к стопам Твоим благе, ангельскую письмо, соглашаем Тебе сильный. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвами Богородицы, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну Святому Духу, спасти от сна Ты поднял меня, Господи. Ум мой, просвети сердце, и открою стамы, и чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвами Богородицы, помилуй нас. Не вини и всегда, и во веки веков, аминь. Внезапно придется деяние, и деяние каждого обнаружится со страхом воскрепленных в полночь. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвами Богородицы, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Володя, читай Псалмы. Девятый Псалом. Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоим Всевышний. Когда враги мои обращены назад, то притнутся и погибнут при лицом Твоим. Ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу. Ты воссел на престоле, судья праведный. Ты вознегодовал на народы. Звука нет. Девятый Псалом. Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, и возвещать все чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоим Всевышний. Когда враги мои обращены назад, то притнутся и погибнут при лицом Твоим. Ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу. Ты воссел на престоле, судья праведный. Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил на веки и веки. У врага совсем не стало оружия, и города Ты разрушил. Погибла память их с ними. Но Господь пребывает вовек. Он приготовил для суда престол Свой. И Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби. И будет уповать на Тебя, знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи. Пути Господу, живущему на сегодня. Возвещайте между народами дела Его, ибо Он взыскивает за кровь, помнит их, не забывает воплю угнетенных. Помилуй меня, Господи. Возри на страдания мое от ненавидящих меня. Ты, который возносишь меня от врат смерти, чтобы я возвещал все хвалы Твои во вратах чаре Сионовой, буду радоваться о спасении Твоем. Обрушились народы в яму, которую выкопали. Все те, которые скрыли они, запуталась нога их. Познан был Господь по суду, которую Он совершил. Нечтивый уловлен делами рук своих. Да обращаться нечтивый в ад, все народы, забывающие Бога. Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет. Восстань, Господи, да не прибладая человек, да судятся народы при лицом Твоим. Наведи, Господи, страх на них, да знают народы, что человеки они. Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби? По гордости своей нечтивый преследует бедного, да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют. Ибо нечтивый хвалится похотью души своей, корыстолюбец ублажает себя. В надмении своем нечтивый пренебрегает Господа, не взыщет, во всех помыслах его нет Бога. Во всякое время пути его гибельны, суды твои далеки для него, на всех врагов своих он смотрит с пренебрежением. Говорит сердце своем, не покореблюсь, в рот и рот не приключится мне зла. Уста его полны проклятия, коварства и лжи, под языком его мучения и пагуба. Сидит в засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного, глаза его подсматривают за бедным, подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище, подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного, хватает бедного, увлекая все те свои. Сгибается, прилегает, и бедные падают в сильные когти его. Говорит сердце своем, забыл Бог, закрыл лицо свое, не увидит никогда. Восстань, Господи, Боже мой, вознеси руку твою, не забудь угнетенных твоих до конца. Зачем нечестиво пренебрегает Бога, говоря в сердце своем, ты не взыщешь? Ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твоей рукою. Тебе предает себя бедный, сиротет и помощник. Сокруши мышцу нечестивому и злому, так, чтобы искать и не найти его нечестие. Господь царь навеки, навсегда. Исчезнут язычники с земли его. Господи, ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их, открой ухо твое, чтобы дать суть сиротею угнетенному, да не устрашает более человек на земле. На Господа уповаю, как же вы говорите душе моей, улетай на гору вашу, как птица. Ибо вот нечтивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в право сердца. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Господь во святом храме своем, Господь престолов на небесах, очи его зрят на нищего, вежды его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нещтивого и любящего насилия ненавидит душа его. Дождем пролет он и нещтивого горящего угла, огонь и серу, и палящий ветер, их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника. Слава Цуи, Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда ничего делал, ибо я не делал ничего доброго перед Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть моего недостойного уста и восхвалить Святое Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Хвостов от сна, я посреди ночи приношу Тебе песнь спаси и припадая к стопам Твоим, взывая к Тебе. Не дай мне восстануть греховной смерти, но сжалься надо мной, добровольно распявшийся. Скоро подними меня, беспечно лежащего. И спаси меня, стоящего при Тобой на молитве, и после сна ночного пошли мне ясны, безгреховный день Христе Божий. И спаси меня. Владыка Человеколюбчий, став посреди сна, я спешу к Тебе. И помилосерие Твоему принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения. И спаси меня, и введи в Царство Твое вечное, ибо Ты мой Творец и источник и податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, и я возношу Тебе хвалу ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию Ты дал мне, рабу Твоему, прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего. Удостой меня при свете Твоей истины с просвещенным сердцем исполнять Твою волю, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, Вседержителю, Божий сил бесплодных всякой плоти, на высотах небесных живущий, озирающий долу земные, наблюдающий сердца и помыслы, ясно ведающий тайны человеческие, безначальный, вечный, неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, Бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. Прости нам при грешении наше, совершенное нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно, и очисти нас от всякой чистоты, плоти и духа. И дара нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни, в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия и народного Твоего Сына, Господа Бога, и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий Судья придет со славой воздать каждому по делам Его, да найдет Он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Нему радость и божественный чертог славы Его, где непрестанная глажца торжествующих и невыразима радость велищих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты – истинный Свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Святый Ангел, поставленный, влюсти мою бедную душу, несчастную жизнь. Не оставь меня грешного, не отступи от меня за невоздержанность мою, не дай возможности злому демону починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и садил меня рабом, достойным своей милости. Аминь. 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 Молите Бога о нас, святые угодники Божии. Игнатий, Владимир, Надежда, Ольга, Анатолий, Виталий, Елена, Ким, Сергий. Ибо мы усердно к Вам прибегаем, как скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная, Мария, Господь с Тобою. Благословена Ты между женами и благословен блог чрева Твоего. И вот Ты родила Спасителя души наши. Спаси, Господи, людей Твоих. Благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов. И сохраняя силы креста Твоего, Церковь Твою. Спаси, Господи, и помилуй нас, самого духовного Игнатия, батюшку Иакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих. И друзей, и всех православных христиан. Подай Твои земные и небесные блага. Не лиши и милости Твоих, посети их, укрепи. Силой Твоей даруй им здравие и спасение души. Ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Покой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан. Прощинь все грехи, вольные и невольные, дары им Царствия небесные. Со святым и покой, Христе, души рабов Твоих, прадцев, отцов и братьев наших. Там, где нет ни болезней, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечна. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и пронепорочную Матерь Бога нашего. Мы увлечаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную большей почести, чем хирургин, несравненно славнейшую, нежели Серафима. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молись ради Пречистия Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых. Помилуй нас. Аминь. Боже наш милостивый, Небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя, которых предаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобою. Удостой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи благочестиво, добродетельно жить, быть добрыми христианами, полезными людьми, дай им здравия, душевный, интересный, успех, труда. И избавь их от хитрых козней дьявола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых и беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, помоли нам про Чистую Матери и всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего вечного царства. Чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодолили Тебя с единородным Твоим Сыном и Житворящим Твоим Духом. Аминь. Господи Божий наш, возри на детей наших, не спошли на них духа премудрости, разума и благочестия, просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро возумели свои изучаемые им предметы. Употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближним, во Своё спасение, потому что Ты источник премудрости. Тебе славу возносим, всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Игнать Тихонович, читайте, сто поклон. Спасибо, Господи, помилуй, Господи, 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 Господи. Митрополита Иллариона, Вениамина Абдафангела, Вениамина Тихона Антония, Священна Реохима Павла Геннадия, Сергия Сергия Василия Яна, Михаила Наума, Кирилла Амросия, Вадима Засимовича Антония, Олега Иглебу не дай погибнуть, Диаконов Евгения Александра Михаила Андрея, Епископа Максима, Митрополита Сергия, Патриарха Кирилла, Венедикта Франциска Корнилия, Александра Деодора, Митрополита Тихона, и весь священнический, единочевский чин, и высший истинный служитель миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам дай еще священника, если угодно, тебе, Господи, смири власть и воинство, и наведи страх Твою на них, и через них сотови благое церковь Твоей, дабы давали мудрые законы, дали достойно жить людям, дабы было еще уделять нуждающимся, сохрани их, Господи, в разуме дай им страх Твой святой, Владимира, Деметрия, Дональда, Рамзана, Петра, Владимира, Ардогена и Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, и научи нас ценить это мирное время, и приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю Вселенную, за отступничество от Тебя, и слава Тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил, дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные Тобой, и для всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников, и сохрани нас от всякого рода зла и греха, и защити нас, и селение наше, жилище, от пожара, воров, нечистой силы, живущих там, Андрея, Игоря, Игоря, Серафима, Владимира, Борящею, Людмилу, Богословею, Любовь, Владимира, Алексея, Иосифа, прищи добрые жители здесь имеются, сохрани школу, просили помилуй, Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Ищата, Игорь, Сибирь, Севастьяна, Людмилу, Нину и Аликину, и всех побуди на пропасть благовестия, спаси помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Рахиль, Ездру, Рустика, и даруй добрую Веру, Тимуру, Самере, подружеству ее, Господи Сергея, Сергея, Александра, Александра, Екатерина, Екатерина, Галину, и возри на угрозы врагов, на все их пакости, не дай им погибнуть, и в судный день не помяни их безумие, и ты уже, Господи, укращаешь их. Слава тебе! Посети благодетели наших, воздаем добром, всей жизни и в будущее. Елену, благослови Людмилу, обрати Евгению, Наталью, Надежду, Юрию, Гордо. Найди, Господи, отступников, возврати их на путь спасения Михаила, Николая, Александра, Юлию, и благослови Максиму. Все наше родство, найди, Евдокими, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну, путешествующих, Раиса, Глая, Виктора. Помилуй, Господи. Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, потерянного, найди, Игорь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Посети болящих, дай силу перенести страдания и пошли мы с селением. Илариона, Кирилла, Алексея, Надежду, Татьяну, Татьяну, Валентину, Валентину, Марию, Александру, Алифтину, Людмилу. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов. Ибо по Твоему благоволению все это может оказаться на пользу. Господи, благослови и сохрани наши труды в интернете, и книги здесь, и в пути. И кто помогает нам быть, воздаем добром. И трудящихся, благослови Игоря, Болящего Юлию, Дмитрия, Виктора, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Вячеслава, Вячеслава. Вячеслава. Содружество его. И найди Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Леонида, Симона. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Егова, Авва Отче. Свят, 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 Господь Саваок. Вся земля полна, слава Его, Аллилуйя. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю за тот день, который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов на каноны церкви, как на истину. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христианства, Бога нашего спасения с молитвами своими. Господи, воздай дам вам всем помогавшим нам в путешествии. Благослови Виктора, Николая, Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Надежду, Людмила. И что Ты возбрастил нас, Господи, и сохранил. Слава Тебе. И посеяна, да-да, славильные и добрые плоды. Ангел Христов, Хранитель мой святой, и Бога мне грешен. Благодаритель мой ангел. Столько лет Ты хранил, защищай от видимых и невидимых бед, опасностей. Прошу Тебя, мой ангел, не покинев смертный час, когда душа будет разрушаться от тела, проведи душу мою по мутарствам, страшным и непонятным, и веди ее на веки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн, креститель, претеща Христова, моли Бога о нас, научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание, одежду, быть благочестивым и довольным. Во всем экономии. И каждому дару жилье Сергеев Гавриил. Святитель Христов Никола Мерликийский Судотворец, моли Бога о нас. Молите Бога о нас, теперь пророки Божии Илья и Лисея, Инох Моисея, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Паведра, Нееми, Амос, Наум, Исайя, Еремея, Варух, Изекииль, Осия и Аиль, Агей, Сапония, Захария, Малахия, Давид, Напан, Данил, Отрок и Пророк, Михея, Врам, Исаак и Аков, Да исполнит Господь Духом пророческим Церковь Свою, дабы день прихода Тво нашего Отшествия не засталось с неготовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными елея добрых дел, соделанных Духи Святому, с любовью, Аллилуйя, молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, хирургимы, серопимы, все небесные силы, крестово Божие предстоящие, святые апостолы, Петру Павел, святые евангелисты, Матвея, Марка, Лука и Иоанн, да дарует нам Господь жажду и следует Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе, Аллилуйя, молите Бога о нас, святые мученики, мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарм, Сминский, Усин, Философ, Космай, Дамьян, Андрей, Стратилат, Иерон, Мужчин, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимий, Камедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, Царь Николай, Святой Эксарской Семельства, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял на чертание зверя Антихриста, Анфиму Вениамину дай веру, и устраши родителей за такое ложное воспитание, молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Затаусов, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ил, Сергий, Редонинский, Стефан, Фермский, Серапим, Саровский, Ян Тобольский, Ян Кроштатский, Ян Шарханский, Берил, и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Турорец, и все переводчики священного писания, молите Бога о нас, да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замок Серетяков разрушив, ничто превратит. Молите Бога о нас, какие жены и девы, пекла первомущины, Сапатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетой, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария, Ютубская, Прискилла и Акилла, Андроник и Юня, Киприяна, Устина. Молите Бога о нас, да дарует Господь послушание, молчание, саламудрие и стыдливость, и сохрани их от всяческого поругания, исправь непокоривость, Галины, семейства и Евгения, Надежды, Людмилы и Анны. И прими нашу молитву, воздяня рук, как жертву вечернюю благоухания, приятной перед престолом благодати Твоей, Господи, и соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящих о Тебе на небе и на земле. Всемогущий Создатель, Всевышний Творец, Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас, во благо нам, любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного, Господа и Бога нашего Иисуса Христа. Услыши наши молитвы о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй, Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышит раб Твой. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Добро утро всем. Доброе утро. Доброе утро. Аминь. Доброе утро. Доброе утро, Аминь. Доброе утро. Доброе утро. Ой, да падя, 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 моя хорошая падя. Скорее, скорее, готовь. Ну чё? Чё загуляли, загуляли, а? Иди, съешься. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», тема «Русский язык», том 15, вопрос 2914. Почему даже в протестантских изданиях в Библии встречаются слова, стоящие не в нужных падежах и непонятные? И что они означают? Почему их не переведут на русский язык? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Переводчики были православными и считали, что кое-что, многократно слышанное в храмах, будет резать слух, если прямо на русский будет переведено. Псалом 46.7 «Пойте Богу нашему, пойте Царю нашему, пойте». Псалом 144.1 «Хвала Давида буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки». Хотя слово «Царю» встречается в Библии 414 раз и всегда в нужном падеже, но вот в одном месте решили оставить на церковно-славянском, так как очень уж на слуху была эта фраза. Теперь это слово заменено на русское «Царь». Матфея 19.28 «В пока бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей». 1 Коринфянам 15.52 «Мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Можно было бы сказать в обновленном творении, но ныне переведено уже Деяние 7.59 Можно было бы сказать в обновленном творении, что ныне переведено уже Деяние 7.59 «Молился и говорил, Господи Иисусе, прими дух мой». Откровение 20.20 «Ей гряди, Господи Иисусе». Привыкли так говорить, хотя правильнее было бы Господь Иисус. Всем, кто вникнет в сущность скорбных слов, Всем, кто постигнет суть его творения, Дай, Боже, искупление грехов, Освободи от пагубных оков сомнения, а значит преступления. «Желанное дару им отпущение, Пусть слезы их обильные текут, И голосом моим они моления Тебе угодное да вознесут. К Тебе да вознесется их мольба, И за меня, за Твоего раба. Пусть, Боже, на рабов Твоих покорных, На всех раскаившихся, кто прочтет, С участием книгу этих песен скорбных, Твой свет и благодать да снизойдет. И если всех ты примешь, кто со мной Произнесет слова мольбы усердной, Врата своей обители святой Открой и мне, о Боже милосердный. И если слезная моя мольба Прольется, словно дождь, грехи смывая, То и меня, ничтожного раба, Омоет пусть его вода живая. И если ты спасешь, о Боже, всех, Согласных с мыслью мною изреченной, Ты и меня, простив мой тяжкий грех, Спаси, о Господи благословенный. И если песнь моя в душе иной Родит Тебе угодные понятия, Ты и меня, Отец небесный мой, Не обдели своей благодатью. И если те, кто мой, постигнув стих, К Тебе дрожащие возденут руки, Пусть боль стинаний горестных моих Сольется с их мольбой в едином звуке. И если сказанное в книге сей Услышаны тобою покаяния, То в многощедрой милости своей Будь милосерден и к пришедшему ране. И если поколеблется скорбя Священной вере некто духом падший, Пусть он, воспрянув в книге сей, Отыщет опору, уповая на Тебя. Коль маловер однажды усомнится, Что храм его надежд не устоит, Пусть этот шаткий храм Твоя десница Строками книги скорбной укрепит. Когда недугом мучимый жестоко Почти утратит кто-то с жизнью связь, Пусть обретет он силу в этих строках И возвратится вновь тебе, молясь. И если смертный страх или сомнение Вдруг овладеют кем-то из людей, Пусть в книге он найдет успокоение, Найдет покой по благости Твоей. И если груз грехов неискупленных Потянет в пропасть грешника, Пусть он всей сутью слов Тобою мне внушенных Спасен навечно будет и прощен. И если где-то грешник есть, Который не минит сатанинской западни, Доволь, чтоб труд мой был ему опорой, И сам безумца светом осени. И если кто-то в гибельной гордыне Слова святых молитв забыть готов, Дозволь, чтоб я вернул его к святыне Могуществом Тобой внушенных слов. И тех, кто в сатанинском ослеплении Уверуют в презренную тщиту, Мне книгой скорбных этих песнопений Дозволь вернуть к причастию и кресту. И ураган неверия взметенный, Как над водой, над душами людей, Смири моею песней вдохновенной Божественную милостью Твоей. Сей труд, что начинал я с упованием, И с именем Твоим Ты заверши, Чтоб песнопенье стало врачеванием Целящим раны тела и души. И если труд мой скромный завершится С Твоим благословением святым, Пусть Дух Господень в нем соединится Со скудным вдохновением моим. Дарованное Богом озаренье, Мой разум просвещенный не покинь. Но вновь и вновь приемли восхваление от Твоего служителя. Аминь. Григорий Нарекаци. Григорий Нарекаци Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Русский язык». Том 18. Вопрос 3201. «Нельзя ли в церкви петь более понятные песнопения? А то стоишь как посторонний, а так хочется участвовать в общем пении. Всегда ли так было, что народ безмолвствовал при пении?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Не всегда. Вот что пишут знатоки песнопений. Православный молитвослов Николай Нахимов. При пении слова молитв и священных песен так сливаются, что часто пропадают для слушателя, как пропадают для него даже слова Евангелия и апостола. В потрясательных глазах чтецов, редко к тому же искусных, создается положение для молящихся поистине ужасное. И длится оно у нас, все усиливаясь, страшно сказать, уже десять веков. Мы будем глубоко благодарны всем лицам, которые почтут наш труд серьезной критикой. Такие издания, как наше, дело не личное, а православно-общественное. Мы просим только наших будущих критиков не обличать нас в такой примерно форме. Смотрите, братья, что сей еретик написал, да где же он учился богословию? А обличив, наставить, то есть указать, что и почему у нас ошибочно, а главное, как именно должно быть исправлено. Все сделанные таким образом указания мы печатно же обсудим, и в чем прегрешили, чистосердечно покаемся. Я сделал, что мог. Пусть те, кто могут, сделают лучше. Во избежание возможных недоразумений, обратим внимание благочестивого читателя на то, что предлагаемые переводы предназначены исключительно для уяснения смысла молитв, но ни в коем случае не для замены церковно-славянских текстов на русские при богослужении или даже во время домашней молитвы. Автор подчеркивает это в своем послесловии, и это ясно также из того, что переводы сознательно сделаны чисто прозаическими, без малейших намеков на какую-либо метрику или ритмику, которыми так пленяют нас церковно-славянские тексты. Переводчики оставляют без перевода иные слова, как «умиление», считая его понятным. И не мудрено, ошибочность здесь проистекает из того, что слово на пути из славянского языка в русский изменило свое значение, так что в русской классической литературе оно употребляется уже неверно по отношению к церковно-славянским богослужебным текстам. Предлагаю читать, предлагая читателю переводы одного из лучших дореволюционных исследователей церковно-славянской богослужебной литературы, издательство надеется, что они будут полезны для уяснения смысла наших широко известных и ценимых во всем мире поразительных по красоте слога и глубокомыслию, но, к сожалению, часто столь малопонятных молитв и песнопений. Число гласов в Сирийской церкви доходит до 257. Святой Иоанн Дамаскин избрал восемь наиболее простых. Святые отцы церкви заботились об искусном пении, одобряли только благоговейное, скромное и порицали в нем театральность. Несчастный бедняк, говорит Иоанн Златоуст, тебе бы надлежало с трепетом и благоговением повторять ангельское словословие, а ты вводишь сюда обычаи плясунов, махая руками, топая ногою, двигаясь всем телом. Что касается чтения и большей части песнопений, то в первые три века христианства он предоставлялся настоятелям. В одних церквах пел весь народ, в других только клир. Иногда во время богослужения некоторые из его участников пели новые песни по собственному вдохновению. Этим начали пользоваться еретики. Во избежание таких соблазнов в церкви Лаодикийский собор в 368 году определил, чтобы во время богослужения пел только клир, а мирянам предоставлено лишь ответное пение на эктиньях, символа веры и молитвы Господней. Ариане совершали всеночное будение, а утром шли в храмы за город, и их стройное и благозвучное пение привлекало и православных. Поэтому Иоанн Злодоуст обратил особое внимание на чин ночного богослужения. Сам совершал его и придал ему более торжественности и благолепия. В противовес арианским хождениям по городу с пением, Злодоуст установил крестные ходы с зажженными свечами с преднесением крестов. Богослужение в православии – это совершенно неприкасаемая цитадель. Богослужение заняло место Слова Божия, и потому православные так намертво держатся за букву, как протопоп Авваку. Мы поем после богослужения в трапезной. В шестнадцатом томе открытым оком помещено более шестидесяти песнопений, и мотив известен. На большее невозможно пойти, совершенно невозможно. Конечно, если есть победы, то сердце воспоет песню Богу в любом месте. Ниемия 12.38.40 Надписание псалмов указывают пятьдесят два раза, что псалмы пели не по одиночке, а хор. Исход 14.31 И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народу Господа, и поверил Господу и Моисею рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию. Первая книга царств 21.11 И сказали анхусу, слуги его, «Не это ли Давид царь той страны? Не ему ли пели в хороводах и говорили, Сау поразил тысячи, а Давид десятки тысяч?» В церкви были профессиональные певцы. Второе по Алипоменону 29.28 И все собрание молилось, и певцы пели и трубили трубы, доколе не окончилось всесожжение. Когда беда затопляла народ, не до песен было. Псалом 77.63 «Юношей его поедал огонь, И девицам его не пели брачных песен». Псалом 136.4 «Как нам петь песнь Господню на земле чужой? Но если сердце настроено на победу, То и в заключении будешь петь». Даниила 3.51 «Тогда сие трое, Как бы одними устами, Воспели в печи И благословили, И прославили Бога». Сирахова 44.5 «Мудрые слова были в учении их, Они изобрели музыкальные строи, И гимны предали Писанию». Пример, Оригинал и эталон Всегда держать перед собой незримо, Все для того, Чтоб не брататься с злом, Пройти соблазн, Не замечая мимо. Но где маяк В потемках обрести, Где тот светильник, Столб на высоте, Один на всех, И знатных, И простых, К которому бы вел Друзей, Гостей. Пример Христа Недостижим и свят, Он кроток и смирен, Превыше меры, За ним грядущим Не отвращаться вспять, Рабом последним будь, И станешь первым. Вчера, Сегодня и вовеки тот же, Смирением поражающий врагов, Молясь ему, Мы многое возможем, Приемля от его щедрот даров. Все наши знания, Дискуссии и споры По Библии нам надобно сверять, Тогда не спрятаться за знанием, Словно в норы, Отвергнем легион Учителей-зверья. К сияющим Евангельским вершинам От навыка потянется душа, Не будешь мерить все Своим аршином, Но с Божьей помощью Вопросы разрешать. Куда бы в обольщенье Не забрел, В какую бы пучину Не стянуло, Лишь воззовешь к Христу, И как орел Он вынесет Иуду, И Саула. И даже им, Предателям, Тиранам, Он не отказывает, Не изгоняет вон, Елей любви И строгости На раны, На песнь хвалы Перелицует стон. Взираете На распятого Иисуса, Поправшего мрак Всяких заблуждений, Препятствия к добру Все потрясутся, Герой родится, Победитель, Гений. 1 августа 2006 год Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин Встан Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Русский язык». Том 25. Вопрос 3699. На Рождество приходят многие в храм впервые, и хотя они, может, что-то и не понимают, но песнопения все понятны, что они о волхвах, о звезде. Стоит ли переводить на русский язык общеизвестные Ирмасы? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Вы еще скажите, что понятно «Аллилуйя» и «Аминь». А эти слова более всего и непонятны. Если не понимаешь хотя бы одно слово, то и все предложение уже зависло, ты его смысл не только не передашь ясно, но и сам вприкуску со тьмою вкушаешь его. Прочитаем медленно, с повторами, а потом по-русски на бумаге напишите все. Да полная гарантия, что на сто человек ни один не даст точного перевода. На Рождество поют второго канона Ирмас девятой песни. Любите уба нам, яко безбедное страхом, Удобие молчанье. Любовью же, дева, песни ткати, Сопряженною, сложеная, неудобно есть. Но и мати силу елику есть Произволение дождь. Кто печатал молитвослов, Он же враг своего спасения, А уж о прочих он и не помышлял. Прочтите раз десять, И что останется? И таких шедевров масса. Да поет еще с растягом, Гулка отдается под сводами, И вообще ничего не остается. Для чего читают в субботу первый час? Кому нужны беспрестанные, Честнейшие и по сорок раз Господи помилуй. Люди стоят, все делают вид, что молятся, А ничего нет. Преданность монашеским измышлениям Исторгла из церкви Библию. Первое послание Коринфянам 14, 8-11 И если труба будет издавать неопределенный звук, Кто станет готовиться к сражению? Но если я не разумею значение слов, То я для говорящего чужестранец, И говорящий для меня чужестранец. В пустыне дикой и сухой, Полдневным зноем опаленный, Какой-то странник чуть живой Лежал с злодеями сраженный. Ужасен был страдальца вид, Тогда жрецы родного края, Священник некий или вид, Прошли, его не замечая. А он, беспомощен, один, С уныньем горьким ждал кончины, И в этот миг самарянин Спешил дорогою пустынной. Он встретил бедного, и вот, Вражду забывший к иудеям, Он полный радостных забот Омыл несчастного и леем. Он облегчил его, как мог, Племенных дрязг не разбирая. Скажите, кто из этих трех Достоин быть в чертогах рая? В. В. Жуков Этот вопрос, оторви. Делай отдельный файл. Делай отдельный файл. Оторвал уже, оторвал. Только тут тема непонятна какая. А, разберутся. Ты, разберемся, ты не называй тема. Ладно. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Аминь. Книга «Открытым окон». Вопрос 3700. Дворкин А.Л., призванный сектовед, пишет о свидетелях Иеговы, кто они и в чем неправы. Но как их обратить на путь истинный? Если у них столько недостатков и такая тоталитарная система управления, то зачем же туда идут? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Так и хочется назвать Дворгена псевдоправославным болтуном. Пишет он об этих еретиках из других книжек столько, сколько они сами о себе не знают. И пока он пишет это, они идут от двери к двери. И за это время уже несколько так называемых православных успели обратить в свою организацию. Он же сам пишет. «Свидетели Иеговы знают прежде всего по их активной пропагандистской деятельности. Они чаще, чем члены многих других сект, ходят по домам, пристают к людям на улицах, раздают свои листовки и журналы, навязчиво предлагают изучать вместе Библию и приглашают на свои собрания. В мире ежеминутно появляется новый Иеговист». Дворкин признает, что Иеговисты – самобыстро распространяемая секта. Так почему бы не поучиться у них тому, как удержать свою ускользающую паству, как сделать православных стойкими и как обращать еретиков в православие, как сектанты отдирают от православия в свою погибель. Да ничего этого Александр Леонидович делать не умеет, и любая 80-летняя сектантская старушонка для своей организации приобретает больше, чем сей профессор, красующийся в масонском галстуке. Дворкин очень много говорит о том, как худо у иеговистов, что там запились, там много самоубийств, и многие погибли из-за отказа перелить себе чужую кровь, и многое очень уж худое у этих окаянных грешников-еретиков. И я не смог найти у этих еретиков того, чего бы не было у нас, православных. И если верить Дворкинам, что там так худо, то про нас тогда и говорить не нужно. Всего этого у нас в сотни раз больше. Говорит о подавлении, о запрете общаться с отступником и прочее. Да это же все скопировано с книги правил, где каноны вселенских поместных соборов и правила святых отцов это все рекомендуют по отношению к отлученным и отступникам. Нельзя же так дико пользоваться двойным стандартом. Если это худо у еретиков, то с нас спрос за это будет строже. А этими правилами регламентируется вся церковная жизнь уже две тысячи лет. С сектами можно эффективно бороться только нашей святой жизнью, никому не подавая соблазна и знаниям Библии. А вот этого-то всегда в церкви был страшнейший дефицит. Более жесткой структуры управления, чем монастыри, не было на свете. Это настоящий концлагерь. И нам ли кого-то обвинять, когда у самих рыльцев пуху? И все же признал профессор. С профессиональной точки зрения издания выглядят прекрасно. Броские, яркие иллюстрации, качественная бумага. Журналы и брошюры внушают доверие и бросаются в глаза. Члены секты обязаны распространять эти издания. Они выкупают их на свои деньги, а потом раздают или продают. Минимально допустимое количество свидетельств для каждого члена секты 10 часов в месяц. Но чтобы быть на хорошем счету, в секте нужно освидетельствовать гораздо больше. 50, 60, 80 и более часов в месяц. Особая категория свидетелей – пионеры проповедуют не менее 90 часов в месяц. И спецпионеры – не менее 140 часов проповеди в месяц. Этим занимались первые христиане. Деяния 8.4. «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово». 1 Фессалоникийцам 1.8. «Ибо от вас пронеслось Слово Господне. Не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать». В 1997 году среди 5 миллионов 900 тысяч свидетелей-пионерами были около 700 тысяч человек. То есть каждый восьмой. В сентябрьском номере Иеговистского журнала для внутреннего употребления «Наше царственное служение» за 1996 год находятся подробные инструкции по вербовке. В том числе и требование узнать имя, адрес, телефон человека, проявившего хоть малейший интерес к разговору. При этом собирается также информация о жильцах, времени, когда их можно найти дома, их здоровье, интересах. Сектанты могут свободно доказать Дворкину, что они поступают по своей совести и по Писанию. Но что может им доказать знаток сект, если количество членов в любом храме не знают? Взять десятину не могут, выкинуть торговлю из храма не по силам, выполнить оглашенные языки нигде не могут. Сколько их Дворкин отправил бы своими трудами на костер инквизиции, будь это века на три раньше? Опоздал. Инквизиторы уже уснули в пышных гробницах и лики их в иконных рамках, и канонизация Лаиолы успешно прошла, как и Иосифа Володского. Нам нужно учиться у первых христиан и нести благую весть всем, и иеговистам в том числе. А людям там нравится, потому что у них защищенность есть. Прокеремия 50, 31. «Вот я на тебя, гордыня, говорит Господь Бог Саваоф, ибо пришел день твой, время посещения твоего». Прок Мехея 7, 4. «Лучший из них, как терн, и справедливый, хуже колючей изгороди. День провозвестников твоих, посещение твое наступает, ныне постигнет их смятение». 1 Петра 2, 12. «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». В Фессалонику Павел Апостол пришел, разъяснял он Святое Писание, говоря, что Христу надлежало принять за грехи человека в страдания, что воскресший из мертвых и грех, искупив, он вознесся торжественно к Богу и, внимая апостола дивным речам, собирался народ в синагогу. И во многих сердцах вдохновенно зажег он светильник божественной веры и восстали тогда, ополчаясь на него, возмущая народ из-за веры. Киасонову дому явились они, изрекая хулы и проклятия, и, страшась на апостола, тайно его удалили из города братья. Энн Григорович Абонирайте. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым окон». Тема «Русский язык». Вопрос 4000. Том 29. «Почему всё же так боятся духовные лица перевода Библии на понятный язык?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Это они объясняют боязнью исказить точность смысла при переводе. Пусть бы и так, но не до такой же степени благоговеть перед святыней, чтобы скрыть её намертво и никому не давать. Если и дать, то на непонятном языке. Это всё равно, как давать воду, запаянную в пуленепробиваемый сосуд, и бояться скрыть сосуд для жаждущих в пустыне, чтобы случайно туда не попал микроб. Понятно, что всё это от лукавого. Первые учителя церкви, апостолы, не боялись говорить истину на всех языках, и никто не думал передавать с абсолютной точностью всё и всегда. Попробуйте сличить те места, какие приводит Павел, и как они в оригинале записаны. Он просто на память приводит их и даёт иной раз супер-вычерное толкование. И церковь приняла эти его высказывания за канун. Галатам 4.20 Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына её, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной». Бытие 21.10 «И сказала Аврааму, выгони эту рабыню и сына её, ибо не наследует сын рабыни сей, сыном моим Исааком». Галатам 3.13 «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «Проклят всяк, висящий на древе». Второзаконие 21.23 «Ибо проклят пред Богом всякий, повешенный на дереве». «Ибо я отца служителя алтаря Библии, как без ладана. И потому лгут без зазрения совести почти все на того, от кого слышат благовестия. И даже никогда тебя не видев, даже не беседовав ни разу, попу ничего не стоит самого нас названием имени и фамилии называть православных, которые с Библией в руках, сектантами, раскольниками, еретиками, отщепенцами, самочинниками». Титул 1.12 «Всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. Они совершенно не имеют страха Божия, надуваются, как индюки, кичась благодатью. А есть ли благодать в их противозаконных благословениях при их чванстве, снобизме и зазнайстве? Библию не любят и не знают. Тупое самодовольство, вопиющее бесталанность и утвердившийся тысячелетиями православный магизм». Евангелие от Луки 11.52 «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Деяние 4.17 «Чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозой запретим им, чтобы не говорили об имени всем никому из людей». Понять не оправдать монахов можно, когда они желали так спастись и ощущали всей душой и кожей, сколь временно и кратко эта жизнь. «Овсюду обольщение богатством и суета-сует потопом через край не выбраться и без толку пытаться все далее и прозаичнее вожделенный рай. От церковь, от мир...» «Какие прозаичные? Тут еще». «Всю далее и прозаичнее вожделенный рай». «Призрачные!» «Призрачные!» «Призрачные! Господи, помилуй!» «Давайте еще раз». «Овсюду обольщение богатством и суета-сует потопом через край не выбраться и без толку пытаться все далее и призрачнее вожделенный рай. А церковь, обмерщенная кряхтела под дланью императоров мирских, не о душе заботились о бренном теле, и патриарх с синклитом в роскоше раскис Евангелия. «Слово Бога и Иеговы выносится к народу лишь на богослужении. Целуют крышку, смысл под ней закован. Никто слепотствующих вовсе не жалеет. И ринулись в пустыню с жаждаю спастись, свой рацион еды и питья уменьшив. Для одиночки был огромный риск терпеть от родственников грубые насмешки. А он, опасности и холод пренебрегшие, питался тем, что Бог ослам послал, скорбел и плакал о распутстве прежним, душил в себе походливость осла. А слово Божие и призыв к благовестию идти ко всем народам по вселенной неведом был. Дух зарывался в плесень, дух Иисуса не вошел в скелеты. Как сделалось, что к горлу поднаперло, к шестому веку, там, где Магомед. Вину по бабье сбросили на черта, на благовестие идти по-прежнему не сметь. Вина монахов, иноков пустынных, по всем расчетам безразмерно тяжко. Не познакомились со словом, с единородным сыном, перед челмой пустыня опустелой ляжет. 26 июля 2008 год. Игнатий Лапкин. Две минуты пауза. Две минуты пауза. Я сейчас пойду засниму, что там творится на улице. Давай, поздавай. Там у храма почти по клюшку замело весь вход у меня. Там у меня отец что-то соседями не заладил, а у нас, вот где Павел, тут дом был, а там, где твой дом-то, там маленький домишко был, соседи-то. Я этого, Васька Горябина замажу снегом. А снег-то крутит, а тут денек открытый. И оно все, сугробы с него катались туда. И правда, он его под самую крышу ему снегом ведет. Я его замажу. Что они между ними не поладили, не знаю. А нам запомнилось. Взяли у соседа, как-то их просили у одного. Вины не было. Отец расскажет, маленький его. Ну и, что-то там не так, говорю, только отвалился. Как теперь отдавать? Они же взяли, вот там, поплевали, помощились на него и принородили. И поставили, вязьки на то, в этом их лезь. Ну хорошо, поставили. Он когда взял, пошел, то ты копнул его вверх, начался, а вонился. Он говорит, он не обладил. Ну и ты догадался, что бабка у него была, так и остали валенки. Это валенки-то делается на колодку, и по середке взъем. И туда могут ударить, надо распортать сначала. Но она никак, а сделали такие чёрстники, называли, высокого качества, чтобы они мягкие были. Но она все равно давить надо. А она тишка, от плоти, тишка, ты бы маленько мне валенки-то размял. Да баба, давай их сюда. Ну мы, говорит, играли там, когда оправляются коровы, бывает маленькие такие котя, глины, называется. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Русский язык». Том 30. Вопрос 4046. Сколько лет хожу в церковь постоянно, но не могу понять даже рождественские песнопения, а только «Свят» и «Дева рожает». Нельзя ли хотя бы несколько песнопений разъяснить на нашем языке? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Есть хорошие переводы на русском языке. Достаньте их и следите за богослужением. На вечере Рождества Христова. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Рождественскую песнь поем Тебе мы ныне и службу светлою от всей души приносим. Рождением Своим Ты нас всех возродил и к высшему блаженству путь открыл. Прими же песнь нашу, Христос, и службы наши не отринь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Гонителя жестокого царя египетского в волнах морских сокрыл Ты в древности. Теперь же Ты во яслях сам сокрыт, и умертвить Тебя стремится Ирод. Но мы не с Иродом, а с волхвами. И, Господу, мы все поем, славно Ты прославился. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Недвижимую Ты землю утвердил вначале. Теперь же в яслях бедных возлежишь. Твердь, видя чудо, содрогнулась и в ужасе безмерном восклицает. Свят, свят, свят Ты, Бог наш, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Пришел Ты, милостиво, к нам явился. Исайя провидел свет сего явления и рано утром радостно взывал. Вот, Дева породит святое слово и радостно исполнит сердца всех. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Был взят, но не удержан в персиях китовых иона. Священным образом Твоим пророк тот был. Как из чертога вышел из зверя он. И Ты, Христос, родился ныне плотью, чтобы во гробе возлечь и смерть принять. Но в третий день с победою воскресную. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Нет слов поведать это чудо, изведший никогда трех отроков из печи. В убогих яслях скромно возлежит все для того, чтобы нас спасти поющих. Избавитель наш, Бог, благословен Ты вовек. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! О, ужаснись, убойся небо! Подивитесь основания всей земли, носящей в длани все. Одеждами повид, носящей в длани все, вертепи возлежит. Благословите, дети, священники, воспойте! Превозносите, люди! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Не связан более Адам, свободны все вы, братья! Поражена языческая прелесть! Волхвы Царю Христу приносят дары! Благословите, дети, священники, воспойте! Превозносите, люди! Христос! Не дивися мне, о мать, младенцем видишь меня в вертепе! Но прежде солнца дня, рожден я от лица, пришел же ныне я... Еще раз! Христос! Христос! Не дивися мне, о мать, младенцем видишь меня в вертепе! Но прежде солнца дня, рожден я от отца, пришел же ныне я... Прославить, вознести Тебя, поющего с любовью человека! Богоматерь! Блаженна я, родив Тебя, но вот от ирода бежишь Ты, чада! Скорблю, оружием печали тяжело поражаюсь! Молю Тебя, взываю, спасай Тебе поющих верно! Христос! О, мать моя, в Египет жребий мой бежать, но будет чудо во Египте! Падут все идолы там в храмах, врагов же всех моих ждут муки! Могущ я, Вседержитель, внемлю Твоей мольбе! О, мати, всех поющих мне спасу и вознесу! Ликуй же, тварь, красуйся светло, во плоти Бог явился ныне! Неси Христу дары, вертеп и с пастырями пой чудо! Христос! Христос рождается! Славьте! Христос с небес! Встречайте! На земле Христос! Возноситеся! Пой, Господу, вся земля! И с весельем воспойте, люди, ибо прославился! Воскресный день, 1916 год, номер 4950, страница 380. Собрав цветы поэзии, я всех озолочу, пройдусь по краю лезвия мечтаний, сухарь у каждого, а где поколочу, найду немалое, чего вы не читали. Не просто вызвали зерно из-под завалов, и снова высеять единственным зерном, пора и для него через меня настало, тогдашнее к спасенью повернем. О чем глаголал стихотворец давний, подыскивал красивые словечки, что тужился сказать, чтобы было складно, и думал ли о славе скоротечной. Для угождающих правителям любым, готова отповедь в бесчетности единой, его слова развеялись, как дым, в надоменности слащавой, горько-дымной. Так, Сергей, ты два ошибки сделал в этом куплете. Давайте еще раз. Для угождающих правителям любым, готова отповедь в бесчестности единой, его слова развеялись, как дым, в надменности слащавой, горько-дымной. Но были же некрасовы, пусть редко, о рабстве пели, горем записали, склоняли хрен, а он не слащи редьки, болели за больных, такие все в отвале. Ищу слова о Боге и Писании, как звали к небу, здешние презрев, бессмертие народное спасали, с молитвой луч встречали на заре. Из этих выборочно крохи подбирал, украшивал библейскими стихами, спешил, старался довершить аврал. С таким поэтом мы вдвоем пахали, венок из тысячи отдельных лепестков, благослови благоуханьем Божием. И не засушенный среди сухих песков, а жившим авторам на их голову возложен. А если бы при жизни возродились поэты те, кого упомянул, у них в словах тогда возникнут крылья, да не поставят ревность ту в вину. Ну, 10 апреля 2008 год, Игнатий Лапкин. Так, здесь ошибка какая-то. Все, слава Богу, русский язык закончили. Тема следующая, РПЦ. По-моему, никто ее не начитывал. Не помните, Игнатий Лапкин? Да, у меня не помещено. Да, у меня не помещено. А ты попробуй, чтобы застабить за собой. Прочти один-два вопроса, и будет за тобой счастлив. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Вопрос 2243. Том 9. Говорят, что митрополит Виталий, добровольно ушедший на покой по старости, в том раскаялся и снова пожелал царствовать. Могло ли такое быть? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Не только человек, но и Бог раскаивается, что события пошли таким путем. Бытие 6.6. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем». 1 Царств 15.35. «И более не видался Самуил с Саулом до дня смерти своей, но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем». Но о человеке Библия говорит, Экклесиас 5.1. «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои да будут немногие». Митрополит Виталий ушел на покой добровольно. После молитвы и в присутствии чудотворной иконы, как они любят говорить, то есть он уже был связан не человеческой подписью, а словом перед Богом и пред совестью, и пред своими сотоварищами по борьбе за недуховность. Никак и ни в коем случае он не должен был нарушать свое слово, тем более подпись. А теперь уже и не призовешь его к покаянию. Им подписывают, им манипулируют, и все в потьмах, все ушло не по тому руслу. Цитата. «Чрезвычайное заявление, свято-преображенский скид РПЦЗ Мансонвиль, Канада, в связи с трагическим развитием противоцерковных событий в последние дни, считаю своим архипастерским долгом заявить, что я категорически осуждаю следующие действия нынешних участников разбойничьего собора, на котором я отказался присутствовать по причине нераскаянности тех архиереев, которые подчинились взять новый курс на сближение с лжецерковью Московской патриархии и евхаристическое общение с экуминистами. Первое. Противозаконная узурпация церковной власти неправославно мыслящими архиереями. Второе. Бессознательное и греховное обвинение меня в, цитата, поддержке раскольников. Я никому не позволю называть раскольниками и бунтовщиками верных и преданных пастырей и посомых нашей святой православной зарубежной церкви. Третье. Содержание меня под домашним арестом с представлением стражника-наблюдателя сведомо и в кавычках благословения злобно настроенных против меня архиереев. Четвертое. Насильственное и коварное в тайне от меня выдворение из синодального дома моего личного секретаря, то есть фактически лишение меня восстановительно-профилактического ухода, который особенно требуется мне после моей травмы руки, боль от которой становится весьма тяжелой с прекращением этого лечения. Пятое. Неблагодарно алчное вынуждение у меня подписи для переписи записанного на меня имущества, к тому же непозволительно повышенным и требовательным тоном. Желая предотвратить пагубные последствия, неканонические действия нераскаянного в кавычках собора, направленных на любые формы диалога или слияния с экуменическим или так называемым вселенским православием, видя нежелание со стороны большинства архиереев умереть и успокоить небывалое смущение среди наших священнослужителей и пастуй, и также учитывая просьбу некоторых преосвященных и многочисленных чад зарубежной церкви, я со всей ответственностью заявляю, что снимаю в согласии с параграфом 34-м положение ОРПЦЗ свою подпись о своем добровольном уходе на покой и передаче моих полномочий архиепископу Лавру. Имя мое должно по-прежнему возноситься на богослужениях во всех храмах ОРПЦЗ. В случае непредвиденных обстоятельств временно нести полномочия заместителя первоиерарха ОРПЦЗ впредь до избрания нового первосвятителя зарубежной церкви, сохранившими верность православной вере архиереями, завещается епископу Каннскому в Орнаве. Еще и еще раз призываю к покаянию оступившихся в вере архиереев, о всех верных архипастыре, пастыре и боголюбивых чад истинной церкви Христовой к непоколебимому стоянию в истине и единомысленному и единодушному объединению против закосневающих сынов противления, непрестанно вознося горячо молитвы ко Господу нашему Иисусу Христу и спрашивая у Него милости и помощи. «Да благословит всех нас Господь Бог молитвами причисто Его Матери, Пресвятая Богородицы, и поможет нам своей благодатью противостать лжи, неоправданному насилию и отступлению». 14 по новому стилю 27 октября 2001 года. «Оратору подмостки смастерите, Трибун глашатой виден должен быть, Толпа безликая выплескивает крики, От головы решенья ждут, не от копыт, Ждут благовестия отнюдь не из подвала, Но с крыши, с минорета зычный глаз, Растиражируйте послание от Павла, Переменилась во вселенной власть. Летящий ангел виден и слепым, Благовествует с книгою летящий, Бог пролагает путь по небу для светил, Не прячь талантов в монастырский ящик. Закупорились стоны по пустыням, Нет проповедников о воскресенье чудо, Толпа дрожит, голодная и стынет, И кафедра не строится покуда. Глашатаев евангельского слова на крышах нет, Но там иные хари, И в рупор, и в эфир не весть от Иеговы, А из преисподней от выпаренных партий. Не сказано, чтоб тайное таили, Не раскрывая уст, не разгибая книг, Не пескарем спасайся, зарываясь в иле, Ливанский кедр дан в образ, а не пни, Распространить, расширить благовестия, Считая практику монашества порочной, Свидетель Иеговы, нет выше этой чести, И курсы проповедников открыть повсюду срочно, Над лесом калонча, хранящим от пожаров, Для колокольни места повыше и видней. Здесь курсы звонарей для молодых и старых, Как из скотины мертвой творить живых людей. Библию возвысти не ради злой корысти, Лжеправославие отвергнитесь презрением, Жар проповеди души раскаившихся чистит, Возвысит пред Иисусом стоящих на коленях. 12 июня 2004 год, Игнатий Лапкин. Странно, тема РПЦ, А тут РПЦЗ везде в этих... Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», тема «Русская православная церковь». Вопрос 2245, том 9. Вам не кажется, что отошедшие от РПЦ за границей архиереи, Как епископ Варнава, Лазарь и другие, были правы? Так как, хотя защитники «октябрьского переворота» 2000 года, И защищались, что будто бы у них и на уме не было мысли о соединении с московской патриархией, Но дело показало, что они хотят этого нечестивого единства с краснопогодными попами. И раскола учителям и родоначальникам серии дроблений Все-таки оказывается ваш правящий архиерей Евтихий Сибирский, Так как с его доклада на том Черном Соборе и началась эта сумятица. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Дальнейшие события показали, что действительно те, Кто говорил, что они и не думают о соединении с московской патриархией, Они-то и стали ныне за немедленное объединение. Теперь они уже приготовили новую доктрину апологетов о лжи, Чтобы хорошо и туманно разъяснить простодушным, Что это лапзание с сергианцами очень уж выгодно для всех, И особенно для любимой ими России, Где такое невиданное духовное возрождение. Прочту выдержки из послания епископа Евтихия от января 2001 года. Цитата. «Московская патриархия – больная часть русской или российской православной церкви. В кавычках иерархия, которой как роковая опухоль заражает церковный организм, Но остаются еще и здоровые клетки, Люди, не поддерживающие экуменизма, Сергианство и других неправд и отступлений верхушки МП. Меня всегда спрашивают, предвидел ли я то критическое отношение к посланию, Которое довело некоторых клириков до отхода от РПЦЗ. Скажу честно, не предвидел и не ожидал. Не ожидал от тех, кого считал именно верными чадами русской православной церкви за границей, И соратниками в отстаивании правильного курса РПЦЗ. Тем людям, которые без злого умысла заблуждаются, Поняв наше послание неверно, Я считаю достаточно простого заверения, Что ни я, ни другие архиереи РПЦЗ, Ни тем более наш первый иерарх, Не собираемся соединяться с МП в ее нераскаянном состоянии Или соглашаться с ее отступлениями и неправдами. Будучи православными архиереями, Мы желаем и мыслим, Что единство не иначе, Как только единство в истине, во Христе, Согласно тому, как мы понимаем прошение на мирной иктенье О соединении всех. Совершенно несправедливым представляется мне Навешивание ярлыков промосковских архиереев На владыку Марка и владыку Амбросия. По злобной иронии или со злонамеренным расчетом Наносится удар недоверия и подозрения в спину Как раз тем преосвященным, Которые ведут долгую, трудную и изматывающую борьбу С московской патриархией, Отстаивая наши храмы и монастыри В Западной Европе и Святой Земле. Время все расставит по своим местам И покажет, кто и зачем пытается ныне Внести разлад в церкви, Нападая на архиерейский собор. Право же, когда некоторые из сегодняшних наших оппонентов Увидят себя в очень неприятной компании, Которая, впрочем, уже и теперь довольно ясно прорисовывается, Между тем налицо застой в главной нашей обязанности Свидетельствовать миру о Христе, который сказал «Так узнают, что вы мои ученики, Если любовь будете иметь между собою». Евангелие Таана 13.35 Но наш архиерей сегодня не за объединение с МП, Пока она не покается и не отступит от сергианской лжи И от экуменизма дьявольского. 3 Иоанна 1.4 Для меня нет больше радости, как слышать, Что дети мои ходят в истине. Не открою же стихом своим Америку, Во льдах миражный остров не открою, Когда скажу о нашем лицемерии От о черве-древоточце под корою, Чего уж лицемерить на показ, Прыщи за гладкое и нежное не выдать, Когда раздвоенность хлопочет между глаз, Во свете Библии себя не хочет видеть. Кого-то не себя запишут фарисеи, Завидуя и злясь, что с ним не поделились, Украсят проституток под барышеньки сейных, Иконный лик молюют на прелюбодейных лицах. Не знаю до конца, как у других, Свои концы пусть прочие рассмотрят, О наших пекарях, про наши пироги, Что видим в колыбели и на смертном одре. Постимся лицемерия, не кривляясь, В честь так бесчестно проповеди лишней. Так, подожди. Так, подожди. Посмотри, ты слово «не» подставил. Зачем? Напис. Постимся... В каком стихе-то? Постимся лицемерия и кривляясь. Кривляясь, а ты прочитал «не кривляясь». Виноват. Постимся лицемерия... Господи, по-моему. Постимся лицемерия и кривляясь, В честь так бесчестно проповеди лишней. Все атрибуты внешние при нас. Монахи по пещерам и в затишье. Кому какая польза от постов, Придуманных в египетской пустыне, Где приращение вдвое или в сто От благовестия о Иеговы, сыне? Зажмуряясь от света или тьмы, Под символы тряпичные шифруясь, Немея, глуше всех глухонемых, С издевкой над святою Русью. Сон лицемеров с черной икрой, Искусственной, без признаков наследства, Пещеры с верою в безверие все роют, Кастрируют свой ум под бисеродевство. Гимн лицемерию ему канон Акафист Нигде-то в православии слагают, Канонизируют позор в церковном ЗАГСе, К апостолам цепляется молчальничек плюгавый. 20 июня 2004 год, Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Том 9. Вопрос 2250. «Разве не было умных людей в зарубежной церкви, чтобы прокомментировать их архиереям их действия? Так сказать, озвучить, что они творят, а что и чуть припорошено?» Отвечает. Давай заново. Чего не так? Ты вместо слова «говорят» и «отворят» сказал. Так, на сегодня все. Уже устал я. Чего буду мучить вас и себя? С Богом! С Богом! С Богом! Спасибо, Христос! Ой, ой, ой! Охристос! 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 Продолжение следует...